МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Экспертное мнение». Совместный проект управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. В нем специалисты поднимают самые значимые и наболевшие вопросы в сфере ветеринарии, фитосанитарии и продовольственной безопасности. В новом выпуске программы вы узнаете Урожай. Какого качества собирают зерно с полей Курской и Орловской областей? Как получить и зачем нужны декларации о соответствии на зерно? Пчелиная аномалия. Кто виноват и что происходит? Экспертное мнение вы узнаете сразу после рубрики «Дайджест». Поехали! За 10 лет посевные площади рапса в России выросли более чем в два раза. Посевные площади рапса с 2008 по 2018 год выросли с 688 до 1 млн 576 тыс. гектаров. Средний валовый сбор рапса в России за 10 лет составил 1,1 млн тонн. В настоящее время рапс имеет широкое применение в народном хозяйстве. Секрет успеха рапса кроется в разностороннем применении данной зерновой культуры. Его используют для изготовления технического масла и биотоплива, косметики и моющих средств, заготовки зеленого корма для животных и изготовления основы комбикормов. Рапс является оптимальным сырьем для производства биодизеля, спрос на который растет с каждым годом. В Омске вывели фиолетовую пшеницу, устойчивую к засухе. На выведение нового сорта мягкой яровой пшеницы с фиолетовыми зернами у селекционеров из Омского аграрного университета ушло около 10 лет. В скором времени образцы передадут на сорты испытания в Государственную комиссию Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. В случае успеха через три года сорт попадет в Государственный реестр растений и станет доступен для возделывания в России. Селекционеры сообщают, что необычный сорт фиолетовой пшеницы устойчив к засухам и болезням, а также адаптирован к сибирскому климату. Новый сорт планируют использовать в пищевой промышленности для производства функциональных продуктов питания. Настоящая битва за урожай развернулась на полях Черноземья. Дожди затягивают уборку, но аграрии не сдаются, используют каждый час хорошей погоды. В Закрома Орловской области засыпано около полутора миллионов тонн зерна. Обмолочено порядка 400 тысяч гектаров озимых и яровых культур. И это почти экватор. Средняя урожайность составила 43 центнер с гектара. В Курской области урожайность выше – 51 центнер с гектара. Уборочная кампания здесь стартовала чуть раньше и уже выходит на финишную прямую. В рамках ежегодного мониторинга товарных и потребительства зерна на урожае управлением Роси Госнадзора по Русской и Курской областям проводится сбор и анализ информации о качестве зерна от лаборатории, в том числе расположенных в территории ХПП и элеваторов. На сегодняшний день обследовано 11% отвала сбора зерна в Орловской области. Качество пшеницы низкое, преобладает 4-й и 5-й класс. В Курской области обследовано 33% отвала сбора, качество зерна намного выше, пшеница идет 3-го и 4-го классов. Однако перед аграриями остро стоит задача не только собрать урожай, но и сохранить его. Всего на территории двух регионов ведут приемку зерна 65 элеваторов и хлебоприемных пунктов с мощностью единовременного хранения более 4,4 миллиона тонн. Данные предприятия имеют проверенное весовое оборудование, большинство оснащены аккредитованными или аттестованными лабораториями и обеспечивают соответствующие условия хранения. Ведь именно от того, как хранится зерно, зависит его качество и безопасность. Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств. Состояние кровли, стен, оконных проемов, ворот, а также каналов активной вентиляции должны предотвращать попадание внутрь помещений атмосферных осадков синантропной птицы и животных. Не допускается совместное хранение зерна с токсичными, горючими, химическими, горюче-смазочными материалами и нефтепродуктами. В течение всего периода хранения зерна предприятиям должна быть обеспечена проверка условий хранения зерна, влажность, температура, по показателям зараженности вредителями, цвету и наличию постороннего запаха. В начале года, когда правительство поручило Россельхознадзору провести тотальную проверку предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию зерна, инспекторы наблюдали во многих хозяйствах прямо противоположную картину. В рамках исполнения поручения правительства управлением Россельхознадзору по Орловской и Курской областям проверено 133 предприятия, занимающихся зерном. При этом два из них работало только без нарушений. В условиях неудовлетворительных хранилось 278 тысяч тонн зерна. Всем нарушителям были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Большинство предприятий успешно справилось с поставленной задачей, подготовившись до начала уборочной кампании полностью к приему зерна нового урожая. В этом году мы начали уборочную достаточно рано, но вне зависимости от этого элеватор был подготовлен к уборочной. Проведены были все необходимые исследования по карантинным растениям. Обработаны складские помещения напольного типа, силостного типа, обеззаражены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аккредитованными в Россельхознадзоре, имеющими лицензию, компаниями были проведены эти работы. Мы очень тесно работаем с Россельхознадзором и со всеми специалистами. Они помогают нам действовать в рамках законодательства Российской Федерации в сфере защиты растений. Сегодня Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна и продолжает наращивать экспортный потенциал. В таких условиях качество и безопасность российского зерна, в том числе и его фитосанитарное состояние, находится на особом контроле зарубежных партнеров. В этой связи Россельхознадзор обращает внимание экспортеров на неукоснительное соблюдение требований не только российского законодательства в сфере качества и безопасности зерна, но и стран-импортеров. Экспорт продукции, не отвечающий требованиям, может обернуться для России потерей репутации как надежного партнера, поставляющего качественное и безопасное зерно. Необходимо тщательно подходить к вопросу экспертизы зерна и проводить исследования только в аккредитованных лабораториях. В испытательные подразделения Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории поступают пробы различных зерновых культур для проведения испытаний по показателям качества и безопасности. Для всесторонней оценки качества и безопасности зерна применяют комплекс важнейших показателей, таких как влажность, белок, количество и качество клейковины, число падения, цорная и зерновая примеси, стекловидность, составляющие его товарную классификацию. Основополагающим показателем для высокой сохранности зерна является влажность. Благодаря высокотехнологическому лабораторному оборудованию наши специалисты быстро и точно определяют влажность зерня. По результатам исследований производитель может сразу принять решение, нужно ли ему проводить сушку зерна до соответствующей влажности или нет. Дело в том, что даже незначительное превышение этого показателя приводит к неминуемой порте зерновой массы. Важно точно и своевременно определять влажность при закладке зерна на хранение. Сырой протеин, определяющий пищевую и технологическую ценность зерна, находится наряду с другими показателями, характеризующими хлебопекарные свойства зерна. Содержание белка в зерне колеблется в больших пределах в зависимости от сорта, района произрастания, почвенно-климатических условий. Для пивоваренного чменя, например, этот показатель строго нормирован. И составляет не более 12%. Низкое и высокое содержание белка приводит к снижению ферментативной активности зерна, что в свою очередь негативно сказывается на процессах солдорощения. Также показателем качества является клейковина. Чем больше клейковина, тем выше качество зерна в муке. Клейковины включают в себя не только количественный, но и качественный показатель. В период уборочной кампании 2019 года клейковина составила от 14 до 24%, что соответствует требованиям нормативной документации для 3-го, 4-го, 5-го классов. 1 июля 2013 года в силу вступил технический регламент Таможенного союза 015-2011 о безопасности зерна, распространяющейся на зерно, используемое для переработки в пищевую или кормовую продукцию. С этого момента каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение сопровождается товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о декларации о соответствии зерна требованием технического регламента. Это нужно помнить при покупке и продаже зерна. Декларация соответствия – это документ, в котором изготовитель или продавец на основе имеющихся у него документов удостоверяет, что поставляемая или продаваемая им продукция соответствует установленным требованиям. Подтверждение может осуществляться на основании собственных доказательств заявителя или доказательств, полученных с участием третьей стороны, органа по сертификации продукции, аккредитованной испытательной лаборатории. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в орган по сертификации декларацию о соответствии и прилагаемые к ней документы и сведения. Заявления о регистрации декларации о соответствии, сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копии доказательных материалов, протокол испытаний, заверенной печатью и подписью заявителя, иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию. Обратившись в испытательное подразделение Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, сельхозпроизводитель может получить протоколы испытаний, отправив образцы зерновых культур на исследование. Зарегистрировать декларацию о соответствии можно по адресу Орел, Карачевское шоссе, 69, Курск, улица Энгельса, 140, либо звоните 84862-701826 или 84712-324362. Орган по сертификации регистрирует декларацию о соответствии зерна, которая публикуется на сайте Росаккредитации и находится в реестре деклараций в свободном доступе. Декларация на зерно может быть как на определенную партию зерна, так и на зерно, выпускаемое серийно. Следует помнить об ответственности заявителя за достоверность сведений, указываемых в декларации о соответствии и подлинность прилагаемых к декларации документов, независимо от того, воспользовался ли заявитель услугами органа по сертификации или зарегистрировал декларацию о соответствии самостоятельно через сервис регистрации декларации о соответствии Росаккредитации. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение требований технического регламента предусмотрена административная ответственность. В редакцию нашей программы поступил вопрос от телезрителей. В этом году у многих пасечников погибли пчелы. Объясните, кто виноват и что происходит? Характерным отличием лета 2019 года стала массовая гибель пчел. По данным Федерального научного центра пчеловодства, пострадали 25 российских регионов. Погибло порядка 80 тысяч пчелиных семей. Ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Не обошла беда Орловские и Курские регионы. Массовая гибель пчел в Орловской и Курской областей мы связываем с нарушением правил применения пестицидов в сельском хозяйстве. Это связано с несоблюдением сроков применения, температурных условий, санитарных разрывов от пасек. И, к сожалению, Росельхознадзор с 2011 года не реализует полномочия по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Хотя опыт работы в этой сфере у нас есть. И, кроме того, есть технические возможности проведения исследований по обнаружению пестицидов в различных средах. И, кроме того, Росельхознадзор, когда имел данные полномочия, мы массово рассматривали обращения граждан, которые жаловались на мор пчел и привлекали к административной ответственности сельхозпроизводителей, которые нарушают регламенты применения средств защиты растений. И, кроме того, помогали пчеловодам, выступали в качестве третьих лиц, выдавали экспертные заключения в рамках гражданских судопроизводств по замещению ущерба. В настоящее время региональные власти Орловской и Курской областей выступили с инициативой о изменении в ряда федеральных нормативных правовых документов для наделения полномочий по контролю за безопасным обращением с пестицидами Росельхознадзор. Свои вопросы присылайте нам по адресу im.cnmivl-yandex.ru И это было все, что мы хотели рассказать вам сегодня. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин